На верху это здание, второй этаж, там находился автоматный зал, где было расположено все оборудование телефонной станции. А на первом этаже здесь была выпрямительная, там стояли выпрямители, потому что эта станция работала на выпрямителях вместе с аккумуляторами. Получалось по системе постоянный подзаряд. Рядом было помещение, там находилось аккумуляторное, там стояли аккумуляторы. Далее я была на первом этаже, была мастерская, там находились кабельщики, линейщики, которые занимались ремонтом линий абонентских, телефонных аппаратов. Начиналось все в 1962 году. Когда я сюда пришла, здесь начиналась строиться новая станция. Дело в том, что до войны была телефонная станция. На месте здесь сейчас стоит ресторан Киев. Во время войны она была разрушена, и после войны ее решили восстановить на Екатерининской 37. Но оборудования не было, поэтому использовали привезенные из Германии старое, пристарое оборудование немецкой системы Сименс 26-го и 29-го года. Станция была старая, черная, большая, огромная, такая какая-то неприятная. И город очень нуждался, очень нуждался в связи, потому что телефон получить было очень большая радость, большое событие. И вот эта станция была первая, новая и вторая по счету городская телефонная станция. После строительства и после тренировки станции я осталась работать на эксплуатации. Станция была новая, красивая, светлая, чешское оборудование, Тесла АТС-54. У нас обязательно ночью были проверки и исправления повреждений. Особенно я любила сложные повреждения, очень интересно их было искать. Очень много схем надо было знать, электрических, принципиальных, монтажных, чтобы во всем этом разобраться, чтобы найти повреждения. Бывало, вот когда паяли монтажники, где-нибудь маленькая-маленькая капулечка, олова попадет, все, оно уже давало повреждения, и потом надо было очень долго и кропотливо искать это повреждение, чтобы его устранить. Я, например, очень любила свою работу, шла сюда с удовольствием, просто с удовольствием, мне очень нравилось. И хоть многие работники уходили на маленькие станции, и прищала их, что там зарплата побольше, что там работы поменьше. А я решила для себя, что я здесь все знаю, я здесь все могу, и это мне все доставляет удовольствие. А там бы на маленькой станции, я бы покрылась паутиной. И поэтому я с удовольствием здесь продолжала работать. Проработала я здесь 42 года, считая то время, что я работала на монтаже. Уходила с большим сожалением, но просто было тяжело уже ночью работать. Я неоднократно была победителем в соцсоревнованиях. Неоднократно заносили меня на доску почета, предоставляли путевки в санаторий. Потом поездки у нас были очень интересные по городам. Когда наше предприятие было государственным, вот так было все нормально. Когда был день связиста, 16 ноября, нам всегда выделяли какие-то премии. Пенсионеров собирали, всех ветеранов собирали, выдавали премии, концерты были, филармонии в Украинском театре. А после того, как продали, нам перестали помогать. Пенсионеров и ветеранов труда уже никуда не приглашают и ничего уже не устраивают для нас. Вот сразу почувствовалось, что значит государственное предприятие и что значит, когда уже это частное. Меня, вы знаете, что меня беспокоит будущее молодых людей. Очень беспокоит. Я смотрю на своих внуков и думаю, боже мой, что их ждет, как устроится их судьба, как получится у них жизнь. Потому что сейчас в такое время, мне кажется, нет уверенности в завтрашнении. А мы, когда работали, мы как-то даже не задумывались об этом, потому что знали, работа твердая, оклад твердый, все нормально. И, конечно, были более или менее спокойны. А вот сейчас я очень переживаю за молодежь. Я вот когда смотрю, что молодые девушки, ребята работают официантами в этих кафешках разных, у меня душа болит, плакать хочется.